В эфире программа «Попутчик» Главное – выделиться из серой массы покупателей таких же простых автомобилей. Вот то, что предлагают нам производители, выпуская на рынок очередную специальную серию, казалось бы, давно знакомого автомобиля. Зачем одни люди эти специальные серии выпускают, а другие их покупают, мы и будем говорить сегодня с гостями нашей студии. С удовольствием вам их представлю. Редактор журнала «4 на 4 клуб» Евгений Хапов. Добрый вечер. И автомобильный журналист Валерий Чусов. Добрый вечер. Добрый вечер. Оба гостя у нас уже не впервые, как мы выяснили. Ну и вы, дорогие друзья, также можете принять участие в нашей программе, если воспользуетесь одним из каналов связи с нашей студией. 617 95 55 – это наш номер телефона, код Москва-495. И номера для смс-сообщений 5577 – это если вы пишете нам, пользуясь услугами одного из российских операторов сотовой связи. Для тех, кто хочет пообщаться с нами из республики Казахстан, 4 четверки, отдельный короткий номер также у нас существует. И для начала нашей беседы я предлагаю посмотреть сюжет, который, собственно, и посвящен тому, как производители добавляют своим обычным автомобилям особости. Вот, наверное, так можно сформулировать идею нашего вводного сюжета. Получить нечто уникальное или эксклюзивное по цене обычного – примерно такую сделку предлагают автопроизводители своим потенциальным клиентам, выпуская на рынок очередную специальную или ограниченную версию серийной модели. Способов привлечь внимание клиентов множество. Например, можно назвать автомобиль в честь киногероя. Причем последнему не обязательно относиться к виду Homo sapiens. Например, на исходе жизненного цикла Туарега первого поколения Volkswagen выпускал серию King Kong с особенными шильдиками и специальной отделкой. К счастью, не из кожи приматов. Можно влиять на родителей через их отпрысков, как Chevrolet, выпустившая версию минивэна Venture совместно с Warner Brothers, что позволило привлечь внимание к их мультипликационным персонажам. Если мультяшки не соответствуют запросам целевой аудитории, можно пойти по пути повышенной брутальности, как сделал Jeep, выпустивший спецверсию модели Wrangler в честь компьютерного шутера Call of Duty. В конце концов, можно напичкать автомобиль громкоговорителями и продать меломанам, заручившись поддержкой какого-нибудь артиста или целого лейбла, как поступил Nissan с моделью Juke, воспользовавшись услугами Ministry of Sound. Если фантазия совсем отказывает, можно торжественно попрощаться с выдающейся моделью. Причем прощание может быть сколь угодно многосерийным. Не верите? Спросите у Volkswagen, который уже многократно отправлял в музей Bugatti Veyron. Или у итальянцев из Pagani, которые никак не могут проститься с моделью Zonda. Впрочем, если на пенсию автомобилю еще рано, а с фантазией проблемы, можно привлечь к работе над проектом тех, кто сделал фантазию своей профессии. Дизайнерские версии самых разнообразных машин пользуются неизменным успехом у модников. Из самых эпатажных проектов недавнего прошлого можно вспомнить Compact Car Smart. В самом прямом смысле окрыленный дизайнером Джереми Скоттом. В Германии такой автомобиль стоит 33 тысячи евро. То есть в два с половиной раза дороже базовой версии. Экстремальные цены, возможное удовольствие от обладания чем-то уникальным. Повторю тему нашей сегодняшней программы. Что же заставляет автопроизводителей выпускать специальные серии автомобилей, а покупателей, то есть нас с вами, отдавать свои деньги за эту кажущуюся или реальную особость. 617 95 55 это наш телефон, код города Москвы, извините, 495. Особенно интересно было бы послушать тех, кто является обладателем какой-нибудь специальной серии, какого-нибудь автомобиля. Если вы еще за ней гонялись, охотились, пытались разыскать ее на вторичном рынке, расскажите свою историю. Я думаю, что многим это будет интересно. Ну а нам будет интересно услышать живого человека, который является обладателем такого на вид, может быть, и обычного, но на самом деле наделенного какими-то уникальными свойствами автомобиля. Ну а мы пока начнем разбираться с этой самой уникальностью. Еще раз представлю моих гостей, редактор журнала 4х4 клуб Евгений Хапов и Валерий Чусов, автомобильный журналист. Двое моих коллег сегодня в гостях. И, наверное, вот с чего хотел бы начать. Вообще, видоизменение серийного автомобиля – это что, если попробовать природу этого явления как-то объяснить или попытаться проникнуть в ее суть, как бы вы сформулировали? Вот это желание непохожести – это откуда берется? Ну это вполне естественно. Если, например, посмотреть на самые дорогие марки мира, то там практически каждый автомобиль уникален. Во всяком случае, его можно сделать уникальным. То, что люди выбирают похожие на какие-то другие, то это связано, может быть, с тем, что ему уже понравился чужой выбор. Но в целом, как правило, та же «Бугатти» старается предлагать возможность каждому клиенту индивидуализировать машину. Ну, конечно, это идет от изначального желания каждого человека иметь у себя для себя нечто особенное, персональное. И изменение серийного автомобиля – это ответ производителя на вот такое желание. Но ведь, выбирая из уже наличествующего, так или иначе, «Бугатти», любой производитель эксклюзивных автомобилей, предлагает каталог, в котором, в общем-то, уже кем-то за тебя подобраны варианты. Вот там. Отличается только количество. Это не ловушка ли? То есть, все равно же ты выбираешь не свое, а что-то кем-то для тебя уже придуманное. До какой-то степени. То есть, пока спецсерия не становится чистым тюнингом абсолютным, конечно, это какие-то устоявшиеся более или менее, совсем менее базовые вещи. Бывают, правда, спецсерии весьма коротенькие, представляющие уже некоторый эксклюзив. А дальше просто начинается тюнинг персональный. Вот вопрос границы спецсерийных изменений производителя и уже тюнинга вообще абсолютно персонального, единичного, штучного. Ну да, все-таки, пожалуй, если с тюнингом сравнивать, то тюнинг – это такой процесс, который требует больших усилий, как мне кажется. Все-таки нужно изучить возможные предложения. Чего-то захотеть, поехать в какую-то мастерскую, где тебе навесят какие-нибудь особенные бамперы. А в случае с Европой эта штука еще должна быть сертифицирована. Это у нас всем все равно. То есть, это, в общем, такой процесс, который больше напоминает поступок, чем покупка автомобиля какого-нибудь, того же Туарега Кинг-Кон, предположим. Хотя, вообще, есть какие-то данные, может быть, вам попадались, о том, сколько вообще машин упускается вот в таких особенных сериях? Проценты не скажу. Но, в общем, достаточно заметные, скажем так. Я бы исчислял такие доли специальных серий в десятках процентов. То есть, это не единичные варианты, потому что постоянно появляются, на любом этапе жизненного цикла какой-то модели, постоянно появляются какие-то серии. Например, у Mercedes-Benz обязательно есть у большинства моделей серия Edition 1. То есть, как только машина появляется на рынке, вы попробуйте купить машину, которая отметит, что вы один из первых, кто ее получил. И тут, кстати, я бы хотел отметить, что тут человек-существо противоречивый. С одной стороны, стремясь выделиться, он, тем не менее, хотел бы всегда относиться к какой-то группе. К группе избранных. Например, то же самое Edition 1, там, допустим, это тысяча экземпляров, например. Или какая-нибудь другая специальная серия. То есть, с одной стороны, он не похож на абсолютно всех, с другой стороны, он похож на группу людей, которые чуть выше всех. Социализация таким образом просто. Это такая клубная жизнь. Вот мы всегда об этом поговорим. Сейчас бизнес-модель, на мой взгляд, такая весьма любопытная часть. У нас есть дозвонившийся к нам зритель. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Юрий. Да, слушай, Юрий. Я из Воронежа. Вы знаете, я уже немолодой человек, и за рулем я езжу 30 лет, и последние лет 15, по меньшей мере, я не понимаю, что из машин, которые двигаются, которые продаются, происходит. Из того продукта, который был автомобилем, это стало какой-то, я не знаю, ну, можно грубо сказать, но, во всяком случае, скажу так, это одноразовый кофе. У Попов Форзарова выбросил, и дальше не поедешь. Так вот, я, если честно, не понимаю, что людей заставляет в наше время покупать дорогие автомобили. Это какие-то панты, я не знаю, какая-то эксклюзивность, или просто денег некуда деть. А вы сами на каком автомобиле ездите? Автомобиль стал одноразовым. Ни конкретным, ни интересным, даже не автомобилем, если честно. Это вот какой-то вот смесь ноутбука. Сейчас мы воспарим с вами в метафизику вообще полнейшую. Вы сами на каком автомобиле ездите? Да ну, я, вы знаете, все легковушки продал. Я сейчас вот в последнее время катаюсь на Газелях, и у меня есть еще Hyundai автобус. Не хочу ничего себе эксклюзивного. Renault у меня там были, BMW у меня были. Ну, поменять BMW на Газель, это тоже, в общем-то, поступок, мне так кажется. Спасибо большое вам за звонок, спасибо. Одноразовая жизнь дал. Может быть, действительно, дело в том, что самим автомобилем человека удивить все сложнее. Может быть, уперлась уже в некий потолок, все чаще на одних и тех же платформах новой модели, на платформах предыдущих. Это неизбенно. Ну, сейчас мы действительно несколько отходим от темы, но я сейчас попробую к ней вернуться. Дело в том, что автомобиль, как и любой сложный технический продукт, он со временем прогрессирует, приходит к идеальному образцу. Вот из другой известной мне сферы, например, пассажирские самолеты, да, сейчас, в общем-то, пришли к общей модели. У нас есть два двигателя на пилонах под крылом, то же самое происходит с автомобилями. Находится некая близкая к совершенству модель, да, схема, и ей следуют все. Естественно, в таких условиях конкуренция уже начинается скорее в сфере внешнего вида, дизайна, маркетинга, некого духа марки. И спецсерии как раз это один из вариантов ответа на вот этот вызов времени, скажем так. Хорошо. Тогда попробуем вернуться к тому, на чем нас остановил звонок слушателя, к этой социализации. Социализации через автомобиль. Мы знаем, что есть клубы поклонников фокусов, Астр, каких-то, в основном, кстати говоря, бюджетных автомобилей, в общем-то. Я не встречал на просторах интернета клуб владельцев Роллс-Ройсов, например. Да нет, он есть, конечно. Роллс-Ройсов нет, потому что Роллс-Ройс это, ну, и само по себе марка автомобилей избранных, и их клубы стоят несколько выше плоскости автомобилей, я бы так сказал. Это бизнес-залеком-теэропорт. Ну, тоже есть, конечно, клубы, но это клубы не по автомобильной тематике, а если спуститься чуть-чуть ниже, то вполне даже есть клубы и элитных автомобилей. Наверное, заметны клубы простых автомобилей, потому что, во-первых, они появились не так давно, в общем, надо сказать, что им от силы несколько лет, да, серьезных клубов. Ну, как рынок достиг насыщения, я думаю, что вот так и... И, во-вторых, вообще, их появление обосновано наличием дешевого автомобиля, который можно купить, да, и, ну, то есть купить любому. Вот любому желающему вступить в клуб условно, там, Лады-классики, например. И дальше... Вот этим сейчас сложно, кстати. Да, и дальше вот уже творить нечто персональное, да, поэтому... Нет, я не согласен, то есть я знаю, что клубы есть на всех этажах, ну, кроме, наверное, самых элитных. Я просто вот так, навскидку, наверное, из таких массовых, могу, наверное, клуб владельцев БМВ только вспомнить, и как раз я у БМВ ни одной такой спецсерии сходу вспомнить не могу, может быть, у вас что-то... Давайте вы пока думайте, я дам слово зрителю нашему. 617-95-55-495, код города Москвы. Добрый вечер, вы в эфире. Да, здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Здравствуйте. Я из города Зеленигорода. Вот как раз по поводу спецсерий БМВ, у меня мотоцикл спецсерии, и мотоподразделения, да, они каждый год делают, ой, каждые 10 лет выпускают особые серии. У меня вот серия, которая посвящена 80-летию мотоподразделения, БМВ Рокстер, вот буквально в этом году, в 2013, я знаю, вышло тоже две марки. Ну, отличительные, то есть там как, например, по своей модели, я знаю, что там отличаются от серийного автомобиля, это подвеска, это тормоза, здесь стоят более усиленные, там армированные шланги, вот. У него несколько иная окраска, ну, и как, то есть там какие-то карбоновые элементы заполнялись, вот. А какова разница, разница в цене по сравнению с мотоциклом в вашем случае, который не относился к некой лимитированной серии? Я вот, ну, моему уже 10 лет, да, в этом году получается, вот по современной, вот то, что сейчас, да, 90-летие идет у БМВ, разница, на самом деле, незначительная. Здесь вопрос к вот на страну, например, на России, я знаю, что там порядка всего 3-4 мотоциклов приходит, и человек, например, который задается целью, да, то есть ему надо было заранее как-то обратиться к дилеру, или вот был мотосалон в Германии и в Испании, можно было там записаться на очередь и попасть как-то под квоту. Но цена не сильно разница, но я не думаю, что и на машину, наверное, какая-то особая накрутка идет. Ну, я считаю, что такие должны быть единицы, я, например, как-то даже горжусь, что вот у меня есть такой некий эксклюзив, вот. И эксклюзив не какой-то там собственноручный, а вот именно другой. Хорошо, давайте представим, что вы захотите с этим мотоциклом расстаться. Вы выясняли, будет ли на вторичном рынке он стоить дороже из-за того, что он относится к такой ограниченной серии, или никак это не повлияет? Затрудняюсь ответить. Я в свое время его приобрел совершенно случайно, и среди объявлений он стоил как бы вот примерно одинаково, да, то есть там разница была небольшая, там где-то, ну, 15-20 тысяч. Ну, это несущественно. Да, поэтому... Несколько царапин могут повлиять. Мне сложно судить, честно, но и расставаться мне как-то пока не хочется с ним, настолько вот привязался. Да, может быть в год столетия марки уже можно будет устроить аукцион по поводу. Да, спасибо большое, спасибо вам за звонок. 617-95-55, напомню я, наш телефон эфирный, 495, код города Москвы, не забывайте, пожалуйста, даже если вы звоните из Москвы. 5577, номер для смс-сообщения от абонентов российских операторов, 484-4, для тех, кто пишет нам из Республики Казахстан. Интересно было бы узнать, как у соседей обстоят дела с этим. Давайте о ценах как раз и поговорим. Если, Валера, то, что ты вспомнил, мерседесовский пример с дебютными, скажем так, вот этими сериями, мне кажется, это исключительно способ заработать денег на фанатах марки, на тех, кто хочет подчеркнуть свой статус. И, по-моему, в общем, Мерседес, выпуская новую модель на рынок, по крайней мере на российский, дешевых моторов не предлагает вообще. Если мы вспомним Е-класс в нынешней генерации, экономическую сторону вот этого процесса можешь как-то подробнее обрисовать? Во-первых, прежде всего, вот эти вот, любая ограниченная серия, это такой стимул для покупателя. Беги, пока еще есть, а то вдруг не хватит. То есть каждый раз, когда появляется в начале жизненного цикла моделей, в средине или в конце, это, и когда заявлено, что это ограниченная серия, то, естественно, это повод обратить на себя внимание как самой марке, так и потенциальному покупателю. То есть он покупает машину, которая будет заведомо известна только у тысячи человек. Или у 918, как, например, вот Porsche 918 Spyder, соответственно, там исключительное положение, там вообще вся модель выйдет ограниченным тиражом. Поэтому, безусловно, это... Ну, с феррианца тоже то же самое, можно сказать. Тут, безусловно, это маркетинговый прием, который просто стимулирует покупку и заставляет человека задуматься о том, почему бы ему не взять именно эту машину, а не какую-то там из десятков конкурентов, которые выпускаются неизвестно какими тиражами, и будет у всех во дворе. Ну, и кроме того, когда тебе звонит, например, менеджер, вы знаете, у меня здесь для вас уникальное предложение. Автомобиль, который вот только при на страну приехал, да, вот как-то так это происходит? Конечно, но это большой стимул всегда продать, потому что, как вот выпуск упреждающий, ну, или там ранней серии у Мерседеса, так есть, вот как про Touareg, да, было сказано, и у Volkswagen вообще это очень развито под конец модели, под самый вот ее конец, под дебют следующей модели, какие-то спец вот такие серии. Они, в общем, ну, в каком-то смысле весьма условно спецсерии. Это некоторый набор комплектаций, которого не было раньше, например, да, и которому на самом деле заводу не очень дорого сделать. Но вот она выгодна. Эта машина, между прочим, вот касаясь цены, может быть, даже дешевле аналога с такой же комплектацией, но не спецсерии. Вот такой функционерский прием. Но это подогрев интереса. А на сколько она может быть дешевле? Ну, не принципиально. Ну, например, есть две соседние комплектации, да, вот одна комплектация чуть более бедная, другая немного более богатая. В ней там, ну, какие-то опции более продвинутые, там, климат, например, и так далее. Вот спецсерия может содержать большую часть того оборудования, которое в дорогой комплектации по цене где-то между. Вот, например, так делают. То есть нет какой-то разительного отличия цены. А есть подогрев интереса покупателям. И те же самые машины, ну, которые, условно, стояли в салоне, потому что люди же знают, что сейчас выйдет там новый Туарек, новый Гольф, там, не знаю, неважно, новый даже межседес, будут куплены лучше, потому что к ним уже добавлено такое слово спец, да, эксклюзив. Ну да, ну и кроме того, насколько я понимаю, это в целом упрощает производственную логистику, особенно для таких брендов европейских, да, у которых богатый список опций. Нужно сформировать заказ, передать его на завод, чтобы там вот собрали. Мы берем некий фиксированный опцион, это фактически японский прием получается. Называем это футбол стайл, там, я не знаю, футбол эдишн, да, там, евро какой-нибудь год дальше идет. И это все, в общем-то, минимальная издержка. И это покупается, да, и даже, а вот в аспекте цен после покупательных, не новых, продажных, спустя несколько лет, помимо самой по себе цены, есть еще важный такой элемент, как скорость продажи. Такие машины, если и не будут проданы, вот как мотоцикл, да, уважаемого нашего позвонившего человека, дороже, то они будут проданы быстрее. Потому что точно так же на вторичном рынке к ним будет выше интерес. В ряду машин, там, мотоциклов, неважно чего, обычного, да, вот такая спецсерийная, всегда выделится. Хотя, вот как он сказал, да, в объявлениях это никак обнаружено было. Да, нет, ну человек, который, конечно, ищет, особенно такой индивидуальный транспорт, как мотоцикл, конечно, он стремится к чему-то нетипичному, все-таки подсознательно, сам как мотоциклист, могу это сказать. Ну и, кстати, поэтому производители мотоциклов все-таки специальные версии какие-то выпускают чаще. И порой мотоциклы нового модельного года могут очень сильно отличаться от предшественников, дублируя их абсолютно с технической точки зрения. И там, ну это просто так, так этот рынок живет. Пишут нам наши зрители на номер 5577, сейчас я почитаю вопрос, есть касающийся Subaru Impreza STI, ее спецсерии 202, 234, Spec-C и так далее. Почему этих автомобилей нет с левым рулем, вопрошает наш зритель? Почему их нет? Не захотелось. Просто потому, что имеется в виду, прежде всего, локальный рынок, мне кажется. И Япония в целом отличается каким-то невообразимым буйством. Там что не модель, то спецсерия фактически, откуда иначе берутся эти отдельные значки на моделях. Ну, кстати, в Японии работает, по-моему, все еще работает такая марка, как Mitsuoca. Вот, мне кажется, такой пример некой массовой кастомизации, да? Да, использовала того же самого интереса к эксклюзивности. Спрашивают, будет ли целесообразно тюнинговать машины бизнес-класса. Ну, вопрос целесообразности тюнинга, мне кажется, вообще несколько... Расплывчатый. Ну, и вообще, этот тюнинг, это то, что, наверное, за пределами рацию лежит. И сейчас как раз очень ко двору нам придется наш видеоопрос, добытый в человеческий осеянный холод нашим корреспондентам прямо на улице. Вопрос звучал следующим образом. Зачем нужно подвергать автомобиль тюнингу другим доработкам или, говоря умным языком, кастомизациям? Такой ответ вопрос, вернее, адресовали мы нашим респондентам. И вот, что они нам ответили. Кто желает выделиться, и деньги лишние есть? Ну, вот этого я не знаю. Я, честно говоря, не придерживаюсь такого мнения, чтобы что-то делать свое, вводить в автомобиль. Это если есть специальные тюнинговые фирмы, например, как у Мерседеса, там, АМГ, потом еще какие-то есть, у БМВ, там. То есть это как бы делать в заводских условиях. А чисто цыганский тюнинг я не предпочитаю. Машины сами по себе красивые, изящные. Впрочем, это не любители. Ну, это чаще делают молодежь, как бы, к этому стремиться. Наверное, нравится, драйв своеобразный. В моем возрасте уже к этому не стремятся. Для красоты, наверное, чтобы получше автомобиль, для комфорта. Бывает, что машины, как бы, выпускают, ну, в голом виде, как говорится. А это, чтобы, ну, улучшить комфорт. Для себя, для красоты еще бывает. Я таких людей не понимаю. Честно. Ну, это любители, фанаты есть. Если им нравится выделяться из толпы, то вот они делают, наверное, это. Я не любитель этого. Ну, кому-то нравится выпендриться. Ну, кому-то лишние деньги. Да, для адреналина многие, наверное. Ну, как еще? Да, наверное, так. Для адреналина, мне особенно, кто-то понравился, наверное, процесс траты денег, может быть, для... Ну, водитель Mercedes-Benz может подразумевать под этим АМГ, потому что АМГ это, как бы, ну, можно назвать тюнингом. На самом деле, это все-таки ближе, скорее, к спецсериям, потому что все-таки другой двигатель, другая подвеска. Да, хотя, если посмотреть на сам технологический процесс создания АМГ-версии, все-таки я бы их, пожалуй, пойдя на поводу у маркетологов, считал бы некой, ну, пусть не отдельной моделью, но под моделью, потому что иной раз тектонические, конечно, изменения приходится делать, чтобы заставить машину ехать быстро. Ну, и порадовал зритель, который, собственно, вернее, респондент, который, наш потенциальный зритель, который сказал, что надо выделиться из серой массы. Вот по этому поводу хочу к вам, друзья, обратиться с нашим смс-опросом традиционным. Итак, что вы готовы сделать, чтобы выделиться из серой массы автомобилистов? Предлагаем мы вам три варианта ответа, уж не обессудьте, найдите среди них наиболее подходящий для вас. Вариант первый – обратитесь в тюнинг-ателье. Вариант второй – готовы доплатить производителю за некую специальную серию, как раз, которая стала предметом обсуждения в нашей сегодняшней передаче. И третий – ничего не буду делать, потому что мне это не нужно. Вот такие варианты ответа. В конце передачи мы традиционно подведем итоги. Наше смс-голосование – 617-95-55 с кодом 495. Телефон наш продолжает работать, и нам на него даже звонят. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте, как вас зовут? Зовут меня Алексей, я в Тульской области звоню. Да, Алексей. Вопрос, вот, позвучал у вас по поводу тюнинга, да, там и всего остального. Многие модели, у меня, у меня, у меня, японский автомобиль. Ну, как вы уж назовите. Аналог Toyota Alfa. Она поставляется в России только передний привод, только бензин. Вот. У меня трехлитровый дизель с полным приводом. А по поводу тюнинга, просто, если кто-то, как говорится, хочет выделить или еще что-то, проще взять машину для внутреннего рынка любой страны. То же самое, грубо говоря, там Renault, да, у нас Renault Logan, у них Dacia. И многие модели просто не поставляются в России. Так зачем тогда просто искать то, что здесь есть, и когда можно купить автомобиль для внутреннего рынка? Никакого тюнинга не надо. То есть будет просто эксклюзивная вещь. С полным приводом, а с дизельным мотором, который практически неубиваемый. И стоит гораздо, как говорится, дешевле, если брать европейский аналог. Спасибо, понятна ваша позиция. Ну, собственно, обратиться... Если купить дачу вместо Логана, то это, на мой взгляд, принесет некоторые проблемы еще человеку, потому что его вряд ли будут обслуживать на официальных сервисах Renault. Ему, соответственно, естественно, никакой гарантии и тому подобное. Я понимаю, что где-то так половине страны, где 90% автомобилей, это поддержанные японцы с правым рулем, это то, что я сейчас сказал, выглядит просто смешно. Но другой половине, в общем, это может стать весомым соображением. То есть отсутствие гарантии там и все такое. Ну и, кстати, например, если BMW посмотреть на американском рынке, то это машины, у которых комплектация щедрее, как правило. Ну, не всегда, иногда бывает наоборот. То есть там BMW действительно может быть дешевле, особенно те, которые там же и производят, типа X5. Но при этом там начальная комплектация гораздо дешевле, гораздо более голая, чем российская. Потому что в России BMW это премиум бренд. Таких просто у нас нет, да, вот этих стартовых комплектаций. Поэтому они, кстати, могут быть выгодны. Но мне кажется, что здесь у нас разговор переехал как-то в аспект выгодности и практичности. И отошел от специальности. А мы сейчас запросто вернемся. Давайте поговорим о таком относительно свежем явлении, не добравшемся еще до нашей страны, как Opel Adam, например. Маленькая микроскопическая совершенно машинка, у которой вся ее политика продвижения, вся построена на том, что ты, грубо говоря, создаешь спецсерий. Есть три базовых спецсерий. И дальше куча-куча-куча набор всяких-всяких-всяких аксессуаров и всего вот этого прочего, что как бы гарантирует тебе, что твоя персональная машина будет не похожа на все остальные. Можно сказать, что это становится неким трендом? В принципе, линейка DS Citroen тоже отчасти напоминает вот этот подход. И, конечно, Mini, который, в общем, изначально тоже предлагал широкую линейку заводских аксессуаров. Можно ли говорить о том, что это тренд, который будет сползать вот так в самые низкие ценовые ниши и будет все более и более масштабным? Да, он уже сползает. Это и есть, по сути дела, по-настоящему ответ производителя на вопрос о персонализации. И если взять, сравнить количество комплектаций любого автомобиля 30 лет назад, 20 лет назад, сейчас видно, насколько их стало больше, насколько богаче выбор даже среди просто обычных комплектаций стандартного автомобиля предлагает любой производитель. Вот эта тенденция про Адам, которая, ну вот на острие, да, сегодняшнего понимания производителя, как надо перенести инфицировать. Задача проста, да. По сути дела, она звучит так, что нужно отобрать от тюнинга Ателье ту самую часть прибыли, которую они, да, разные фирмы зарабатывают, получают, перенеся ее на производителя. Если производитель способен построить настолько гибкую всю логистику производства, то он это будет делать. Точно так же, как, ну, там, точно так же, как любой тюнинг Ателье, да, стремясь в таком случае предоставить еще больше услуг, будет вынужден делать еще более изощренные какие-то, не знаю, варианты исполнения, да, там, какие-то примочки, которых раньше, там, 10-20 лет просто быть не могло на машине. Ну, я бы возразил, потому что, с одной стороны, действительно так, да, есть некие автомобили, например, та же Мини, там вообще практически все состоит из одних спецсерий. Смарт, например, типичный пример, там, вплоть до того, что можно покупать панели и менять их. Да, 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 причем, кстати, владельцы Мини очень часто говорят, что у него не просто Мини Купер, а Мини Купер, там, чекмейт какой-то, вот, обязательно, это становится важно для самого обладателя. Это специфическая ниша на автомобильном рынке, пусть даже и достаточно обширная, для покупателей логанов и людей, которые ищут просто транспортные средства, все это, вот, как нам практически все, кто отвечал на вопрос, все говорят, а зачем? А мне это не нужно, я хочу просто машину, такую же как. А потом они идут и покупают синие брызговики? Да, ну, может быть, может быть. Да, ну или там. Да, временами машина надоедает. 617-95-55, это наш телефон, 495, код города Москвы, и у нас в эфире наш зритель. Добрый вечер. Здравствуйте, это тот герой, который с БМВ прыгнул на газель. Я вас опять приветствую, у вас нет четвертого вопроса. Я сделаю тюнинг сам. И особенно я готов под это дело, как от нашей вазики-тазики. Вот. И я просто не понимаю, мне это не нужно, это понятно. Это обычный покупатель. Обращусь с ним, это ли это вообще? Люди, которым делать денег некуда. Плачу за особую версию, это просто пальцы растопырины. Их надо немножко свести. Если человеку что-то надо, он сделает сам. Это истинно наш подход. Тут чувствуется все-таки, спасибо большое за звонок, чувствуется старая школа. Взять, сделать сам. Трубогибный станок, сварка, искры, капающий металл. Красота, но романтика. Марли, эпоксидка. Нет, люди всегда были склонны к творчеству. Я вспоминаю свое детство давнее-давнее, да, все эти молдинги из изоленты на москвичах, оплетка на руле, гравировка на рычаге коробки передач в жигулях и все такое. Но у нас у самих был москвич, у которого была цельнолитая рукоятка. То есть люди всегда время от времени стремятся как-то индивидуализировать. Начинают, ну, хоть что-нибудь, хоть занавесочки в кабине грузовика. Поэтому отчасти это работает. Но это работает именно уже не всегда как спецсерия, а уже скорее как тюнинг. То есть купил, поездил, надоело, добавил. Вот, кстати, уже если мы стали конкретный пример обсуждать, джук, который фигурировал у нас даже в сюжете изначально, по-моему, это модель, которую на всем протяжении ее существования, несмотря на то, что она, в общем, пользуется устойчивым спросом, в том числе у нас, сопровождают разные спецсерии. То уже упомянутый Министреев Саунд, то какая-то белая, то еще что-то такое. Причем они все совершенно разнообразные. Это способ продвижения моделей и позиционирования на аудиторию специфическую? Или они это придумали, когда опасались за будущее? Все-таки автомобиль, который, по мнению многих, отличается очень спорной внешностью, но, на мой взгляд, это настоящий автомобиль поступок. Я помню этот шок, когда выяснилось, что это серийная машина. Конечно. Это ответ на запросы, конечно, клиентов. Я вот, если вспомнить обзор, который был показан недавно, очень хорошо было видно, что все люди там, ну, как бы, скажем, выше среднего возраста, да, которые отвечали, что нам не надо, а я не понимаю, зачем. Если немножко передвинуть срез аудитории в сторону молодежи, то там будет чем моложе, тем больше склонность к индивидуальности. И вот жук – это ответ как раз на вот такой запрос молодежи, ну, по большому счету, да, на индивидуальность. Потому что он даже в стоковом виде, вот в таком, как он вышел с завода, белого цвета на обычных колесах, все равно машина очень сильно выделяется в потоке. Конечно. И именно то, что это кому-то не нравится, кому-то, для кого-то может состоять наоборот. Я думаю, что это абсолютно точный расчет производителя на вот такой внешний потаж, потому что среди, там, моих многих автомобильных друзей, многие плевались, а есть у меня масса знакомых среди дизайнеров, среди них не было ни одного человека, дизайнера, художника, стилиста, кто бы сказал, это там плохая машина. Каждый увидел там некоторый язык, прочтение, причем, ну, люди разные, да. И вот эпатажность эта, она заражает. Ну, сейчас, кстати, черты джуковые, это мы видим, и на новом X-Trail, они появились, вот эти бедра, хотя так как-то сами ниссановцы говорили, что нет, нет, таких машин, пожалуй, больше уже не будет у нас. Но, видимо, если тебе что-то говорит автопроизводитель, нужно строго в обратном смысле это понимать, очевидно. Вот еще какой аспект хотелось бы затронуть, у нас как раз время остается до окончания нашей программы, вот эта модель автомобильного бизнеса, которая существовала в начале 20 века, когда покупатель очень редко покупал именно автомобиль, когда, ну, не будем говорить очень редко, но распространенная была схема, когда у того же Дюзенберга покупалось исключительно шасси, после чего находился кузовостроитель, который тебе на это шасси, значит, нечто там выдружал. Здесь чем? Двух одинаковых автомобилей, ну, фактически, не было, а уж если сохранившиеся изучить, то там и просто никакой идентичности не наблюдается. Есть ли у современного бизнеса шанс к этой модели, ну, может быть, вернуться на каком-то своем участке, не говоря о эксклюзивных автомобилях каких-то, да, хотя и там буйство форм – это редкость, в общем-то. Но есть ли шанс, что мы все-таки когда-нибудь получим вот эту возможность не просто панельки на смартин поменять, допустим, да, а поменять кузов, допустим, автомобиля? На персональный, скорее всего, нет, потому что если мы говорим именно о бизнесе, ну, или о широком бизнесе производства автомобилей, то здесь что сломало вот ту самую модель, о которой вы только что говорили, да, когда построили на шасси персональный кузов, и модель изменилась Фордом во многом, когда вот жестянка Лизи, и все одинаково каждому, массовость автомобиля, он одновременно с этим, благодаря этому, стал массовым, дешевым и массовым. Стоимость. Да. Самое главное. Стоимость. Потому что Майбах, например, за свою историю он сделал ровно два автомобиля с кузовом, которые были собраны после войны, так там и остались, и никогда не были серийными. Вот. Все, что было сделано Майбахом до войны, это были шассины, которые различные немецкие и французские компании состроили кузова. Разные. Соответственно, у покупателей просто не было возможности получить автомобиль целиком. Но тот же Майбах, он стоил как дом. Соответственно, если сейчас мы будем говорить об автомобилях, которые стоят как дом, то там вполне можно это все провернуть. Да, но только таких моделей бизнеса по-настоящему просто не существует. Поэтому, наверное, все ограничится в большей и в меньшей степени вот сменными панелями. Возможно придумать, ну, некоторую концепцию с какой-то силовой структурой, на которой можно будет нахлобучивать что-то сверху. Но все равно это то, что сверху будет какими-то сериями делаться. Потому что делать каждому индивидуальному, это физически невозможно. Ну, для этого существует тюнинг. То есть человек приезжает, ему делают индивидуальные панели. Протрывают то, что есть, да, делают сами. Ну, хорошо. Мы сейчас подведем итоги нашего СМС-голосования. Напомню вопрос. Что вы готовы сделать, чтобы выделиться из серой массы автомобилистов? Имелось в виду, конечно, некая индивидуализация собственного транспортного средства. Я буду сейчас подводить итоги голосования, которое имело место на нашей страничке в социальной сети ВКонтакте. И сразу же встык рассказывать вам, как отличаются итоги голосования во время нашего прямого эфира. Итак, вариант номер один с обращением сегодня к ателье поддерживает 33,8% нашей интернет-аудитории и 40% чуть больше тех, кто смотрит нас прямо сейчас в эту минуту. Вариант второй. Доплачу производителю за некую особую серию 15,2% интернет-пользователей и 30% телезрителей с ними солидаризируются. В общем, треть, это немало. Вариант третий. Ничего не буду делать, не нужно мне. Это 51% наших посетителей интернет-странички и 30% тех, кто смотрит нас прямо сейчас. Ну что ж, по-моему, появился у производителя дополнительный стимул. Что-нибудь нам такое особенное выпустить. Ну что ж, я напоследок хочу прочитать смс нашего зрителя. Важно подобрать красивые диски, и машина будет привлекать внимание больше. Ничего не надо, пишет Илья. Но, видимо, все-таки что-то еще такое нам нужно. Это была программа «Попутчик». Представлю еще раз гостей, которые делились здесь своим мнением. Евгений Хапов, редактор журнала «4 на 4 Клуб», Валерий Чусов, автомобильный журналист. Спасибо большое, друзья, что были сегодня с нами. Любите себя, свои автомобили. Я думаю, мы еще доживем до того момента, когда каждый сможет как панельку к сотовому телефону подобрать себе что-то такое уникальное. Была программа «Попутчик». Меня зовут Николай Свистун. С вами доброго, друзья. «Попутчик». В эфире канала «Автоблюз» программа «Попутчик». Временный автомобиль не согласен, похоже, что серьезный. Не предаетесь за этот навигант. Если не стесняется, то вы оптимисты. Прощайте, прощайте. 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 Прощайте.